Привет, мои любимые, дорогие! Меня зовут Юлия, я живу в Анталии, и мне приятно вас видеть на моём канале. Недавно в прямом эфире прозвучал вопрос «А вы бы родили для себя?» И я такая «Что?» И я понимаю, что мы уже больше часа разговаривали, и я не смогу открыть эту тему. Я ответила коротко, но сейчас я хочу в более расширенном варианте разобрать эту тему. Что значит «родить для себя»? Для себя можно пойти в магазин и купить столик, окно, холодильник, косметичку. Ну то есть что хотите? Это для себя, родной, любимой. Ребёнка родить вы не можете для себя. Такого не бывает. Во-первых, каждый должен понять, душу ребёнка, человека, вам отправляет Бог. Она появляется за три месяца до того, как мама должна забеременеть. И он такой «О, смотрите, Катенька созрела, а моя звёздочка, она захотела ребёнка для себя». Конечно, вперёд! Что это такое? Ну то есть часто женщины думают «Да, я заберемененна, но мне сейчас не в тему, ну не в тему. Вот у меня сейчас карьерный рост или там ещё что-то такое, я хочу погулять, я хочу посмотреть мир, а потом я буду рожать». Это, знаете, вот так как дата вашего рождения, дата вашей смерти, дата рождения вашего ребёнка, вы не можете как-то повлиять на это вообще. То есть Бог увидел, вот в этот период у тебя должен появиться ребёнок, потому что ты вот сейчас готова. Если у тебя его не будет, ты пойдёшь куда-то вниз. Да, ты будешь строить свой карьерный рост, но твоя душа будет уходить, уходить, уходить в ад по направлению в ту сторону. И он, как он решает, это не нам решать, понимаете, это его воля, его. И когда ребёнок приходит, а мы такие, ну не в тему, и делаем убийство. Это убийство. Скажите, Юлия, это убийство, это моё тело, я решаю, как хочу, так и делаю. Нет. Тебе Бог дал твоё тело женское, чтобы все грехи, женщины, они смываются, чадрогием. Вы ничего не измените. Вот так. И всё, мы можем сами построить свою жизнь, как мы хотим. Естественно, падать, подниматься. То есть у нас разные варианты есть. Но здесь мы не решаем. Здесь решает Бог. И дать ему вот это сделать, потому что это убийство. Вы что, не понимаете, что это прямая дорога в ад? Убить ребёнка, который должен сейчас родиться. Юлия, ну ты, он меня бросил, и я не могу, как я буду сама. Бог видит. Он, каждый ребёнок приходит со своим багажом запаса вот тех бюджета, скажем так. Это, будет мужчина, не будет возле вас мужчины. Будет ребёнок жить так, как он этого, как вот запланировал Бог. Ну вот видишь, он бросил, и значит, я тоже могу для себя родить. Нет. Женщина встречалась. У неё была любовь. Она неправильно выстроила отношения. То есть сначала был кекс, а потом были отношения. А у мужчины так не работает. Мужчина, если был кекс, это уже конечная точка. Это конечный результат. Далее ему уже неинтересна эта женщина. Он пошёл завоевывать другую. Есть исключения. Есть, конечно, исключения с этого правила. Но обычно они охотники. Если они убили зайца, они ещё раз будут его запускать, чтобы он бегал им или как. Всё, они добились цели того, чего они хотели. Он пойдёт другого зайца ловить. И, то есть, Бог дал этого мужчину. Вы не смогли построить отношения. Виноваты, не виноваты, но рожать надо. Потому что вот так. Но это должно быть с людьми. Они так, я должна, потому что я попаду в ад. Нет, вы должны это чувствовать. Вы мама. И поверьте, сколько было вот за границей, прям службы целые. Если девочка приходит, я хочу делать аборт с ней. И команда психологов работает, чтобы она этого не делала. Ну, не хочешь оставлять этого ребёнка, пожалуйста, отдай в другую семью. Подпиши документы, что вот так и так. Ну, только не убивай этого ребёнка. И часто, практически, я не знаю, 80-90%, когда девочка рожает, она всё уже договорилась, она отдаёт в эту семью. Она не отдаёт. То есть, она имеет право передумать. Она говорит, я не могу. Я не могу. Ну, то есть, понимаете, вот в большинстве всё-таки вот это материнское чувство, оно просыпается. После жизни она не может отдать. А нас, да, пришёл, пожалуйста, тынь, 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 всё, свободно. То есть, куда в ад, куда там. Мы уже столько натворили этих делов, убийствами. Зачем? Поэтому, а для себя, ну, то есть, ты не хотела, не хотела. Тут я захотела. Я звезда решила. У меня есть машина, дом, дача, квартира. Там я нашлась, ну, я буду гулять. Ну, рожу так, чтобы… Знаете, что это? Гордыня. Ну, всё же у меня есть, теперь осталось ребёночка, что у меня не будет этого. Ну, если только из-за гордыни, чтобы всем сказать, что я тоже родила, то нет. Если из-за того, что вот, ну, я такая несчастная, вот когда у меня будет ребёнок, я буду счастлива. Нет, вы просто своей несчастье передадите на ребёнка, он будет во всём виноват. Потому что так вы сами были несчастны, а так вы радость будете давать. Откуда вы её возьмёте? У вас её нет. Откуда вы её возьмёте? Вы будете маленького, вот чистого, да, существа, который комочек, вот это счастье, да, которое ещё связано с Богом, вы будете с него тянуть эту энергию? Не для этого дети рождаются, нет. Мы помогаем им становиться взрослыми, помогаем с советами, поступками своими. То есть как вы думаете, вы родите, и вы сразу станете счастливы, и будете правильно себя вести? Нет. А ребёнок списывает всё. Ему ваши слова, которые расходятся с вашими действиями, вообще не нужны. Он слышит одно, вы делаете другое. Что он выберет? Конечно, то, что вы делаете. Потому что это проще, это сразу, ты видишь, действия. Поэтому фраза «Роди для себя», идите, купите столик, рыбку, хомячка, собачку, вот это да, для себя. Ребёнок не может быть для себя. Вы понимаете, что так же, как вы служите мужу, служите. Не партнёрские отношения, служите мужу. Нет, я не сказала, что вы должны так служить ребёнку. Вы должны служить в том плане, что что-то натурил наказать. Нет, ну я не хочу, он такой холёсенький. Ну, кого вы будете выращивать? Идола. То есть вы понимаете, вы когда сами будете рожать, вы вырастите идола, несчастного человека. Потому что идолы не любят своих, как сказать, фанатов или как. Нет, они не умеют любить. Они любят только себя. И они эгоисты. То есть только чтобы так, как они хотели. Вот так будем. И никак по-другому. То есть потихонечку эта душа будет скатываться в ад. Поздравляю маму, родила для себя. И загубила душу ребёнка. Ну, если Бог даст, конечно, он видит. Но за эко уже у меня было видео. Я рассказывала, как я отношусь к этому. Ну, вдруг к теме, знаете, кто-то интересуется. И я не считаю, что это правильно. И я не считаю, что это правильно. Потому что вы решили, вы кто Бог или что. Бог знает, когда давать ребёнка. Сама себя. При том, что люди умирают от этого. Женщины не переносят иногда. Переносят с очень большими осложнениями. Вот эти гормональные уколы. Хорошо, что хоть выживают, знаете, и то благо. Некоторые не выживают. Ну, то есть... Это не то же самое, что машина. Понимаете, это всё. Это человек. Вы должны быть родителем. Это очень тяжело. Это непосильный труд. Это каждый раз ты должен, во-первых, до того, перестроить себя. Стать на правильный путь для того, чтобы ребёнок списывал. Каждый раз ты должен думать, что ты говоришь. Ты не можешь ляпать что-нибудь. Это любой поступок ребёнок будет списывать. И для себя нет. Мой ответ однозначно нет. Такого не может быть вообще. Даже расклада. Бог такой думает серьёзно. Чувиха. Для себя. Ты кто такая? Ты кто такая для себя будешь решать? Целую, люблю, обнимаю. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если будут ещё вопросы, ставьте, задавайте. Мне будет очень приятно отвечать. Хотела сказать, берегите себя. Нет. Мы себя сами молитвами убережём. Но это всё равно Бог. Мы не можем себя сами уберечь. От дурных поступков даже и то не можем. Только Бог. При помощи Бога мы можем что-то сделать. Поэтому я вам желаю, чтобы Бог всегда был с вами. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok